Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами находимся в юго-западном районе Москвы, район Обручевский. И сегодня хотел бы показать жилой комплекс от АПИ Development. Называется он АПИ Парк Воронцовский. Такое вот сложно подчиненное название у этого комплекса. Представляет он из себя 5 домов. Различной этажностью от 12 до 25 этажей. Вот это, наверное, самые высотные 25-этажные башни. Хотелось бы начать с окружения. Сейчас вот сзади меня находится Воронцовский парк. Вот он. Там нивесной массив есть, приуроченный к этому парку. Вот сейчас я нахожусь на Ставрокалужском СССР. Вот оно ведет меня туда вот дальше, на Просоюзную улицу, да, вот вперед. Там будет метро Воронцовская, большой кольцевой линии, большого кольца метро Нового. И там еще будет метро Калужская. Ну, то есть, наверное, минут 10 туда вот идти до метро. Вот. Что еще из окружения? Ну, вот отдают немножко так промышленностью, конечно, да. Здесь вот кругом мойки, видите. Там вот автосервисы. Дороги такие маленькие, немытые, старые, видите. То есть, инфраструктура старая в этом районе, она еще не адаптирована на современность. Вот, а жилых комплексов их планируется очень много. Вот жилой комплекс, видите. Там устроится жилой, вот это жилой. То есть, ну, инфраструктуру, конечно, надо будет прокачивать, пока она так немножко не выдерживает. Вот. Что касается архитектуры, то она здесь, видите, ну, довольно такая неплохая. Вот сейчас покажу. А видите, вот это сами корпуса, они представляют себе такие, как бы, выпады. И вот эти вот квартиры, они как соты, получается, выпирают. Окна, по-моему, панорамные у всех. Вот. И еще они, по-моему, теплоизоляционные логи. То есть, видите, они немножко затонированы. Это значит, что они обладают хорошими теплоизолирующими свойствами. И, то есть, значит, здесь будет зимой, можно будет экономить на обогревании, а летом на кондиционировании. Такие вот, видите, интересная архитектура здесь. Вот это вот лобби, лобби здесь вообще просто гигантское, как, наверное, Эрмитаж. Ну, скорее всего, там будут рестораны, переговорные, бары и все, что с этим связано. А там, вот видите, какая-то веранда строится. Возможно, это центральное лобби. Вот. Что касается квартир, то здесь различные планировки, то есть, самые минимальные планировки здесь, это студии. 22 метров, 22 метров квадратных, стоят они 11,5 миллионов рублей. То есть, такой вот разброс цен. А построена будет ближайшая квартира здесь дана в третьем квартале 2023 года. Вот такой вот ЖК. Вот. Класс, это бизнес. Смотрите, видите, прямо вот эти вот, да, выпирают. Похоже на какое-то такое осиные гнездышки. Так, вот здесь уже видно облицовку фасада. Видите, облицовка клинкерным кирпичом. Идет у нас такого серого, как у красного, порого цвета. Вот окна большие, сразу бросается в глаза. Так. А вот еще, видите, архитектура такая в виде треугольника. Были секционки. По-моему, там виден метилировые фасады. Вот. Современная система коллекционирования. Видите? И вот это, по-моему, строится детский сад. То есть, здесь будет приватный детский сад. Скорее всего, это он. То есть, ну, интересный такой ансамбль домов. В общем-то, они все довольно различаются по дизайну, по архитектуре. Приятно это видеть. А не просто какие-то банальные корпуса, которые смотрят друг на друга. Окна в окна. Здесь, конечно, тоже есть такие элементы, но не так сильно выражено. Вот такой вот ЖК. А устроил его, соответственно, компания, которая называется A-Pay Development. Вот. Это компания, которая специализируется на бизнес-классе. Они построили огромное количество различных проектов. Ну, довольно, не огромные, но довольно зарекомендовавших себя. В частности, они построили резиденции архитекторов Silver. Вот. И еще они построили такой значимый, довольно легендарный объект. Это A-Pay Mall. Торговый центр Москва-Сити. Который является, наверное, уже визитной карточкой Москва-Сити. Вот такой вот у нас получается ЖК. Смотрите, видите, вот это пониже, да, башня. Она немножко по-другому так. Как конструктор, да, немножко они так расползаются, да. То есть, искажение таких башен. Ну, интересная архитектура в целом. Вот. И лобби мне тоже очень нравится. Вот это очень высокое. А что касается района, то я говорю, там вот у нас будет метро Калужская, Воронцовская. Но окружение старое, друзья. Видите? Старые вот эти какие-то панельные серые домики. Вот. Так довольно уныло. Вот это вот, видите, постоянка. Здесь вот гора разные, какой-то корпоратив или что-то. Парковки здесь все платные. То есть, ну, места для парковки нету вообще, да. То есть, вы здесь нигде рядом не станете, все платное. Не знаю, там сколько места будет в самом ЖК по парковкам. Думаю, немного. Ну, вообще, конечно, вот это юго-западное институте, но как он довольно легендарный считается, там тут есть. Ученых очень много живет. МГУ рядом. Там такой еще один район. Ну, вот конкретно вот этот, он, знаете, ну, я думаю, это один, какое-то вот это место. Поборчевский это район. Оно, наверное, одно из самых худших в этом районе. Это, конечно, недостаток. Но, думаю, в будущем все это будет как-то развиваться. Со временем это, наверное, будет убираться. Но пока мы имеем то, что имеем. Вот. То есть, дороги неудобные. Я тут хожу. Меня, вон все видите, обрызгивают водой. Опять здесь военная часть еще присутствует. Или что-то какие-то военные машины стоят. А туда вот в сторону МКАДа. Там, ну, там где-то, наверное, езды 7-5 будет. Торговый центр Рио. Такой крупный. Вот. Ну, то есть, такие вот крупные торговые центры. Такая серьезная инфраструктура. она находится довольно далеко отсюда. И, ну, нужно ехать как-то добираться. То есть, ну, так вот. А в пешей близости ничего такого здесь не видно. Вот. Такой вот район, видите. Ну, довольно такой какой-то промышленный. Единственное, что здесь есть от хорошего. Это Воронцовская усадьба. Вон там. Вот я вам показывал. Воронцовский парк. Вот. Это плюс, наверное, одно из одиноких мест. А куда здесь можно будет ходить? Он находится вон туда. Вон по Старо-Калужской улице. Вверх. Поэтому вот такая вот ситуация. Куда она мужика? Окна очень большие. Видите? Прямо панорамные. По-моему, здесь панорамное остекление у всех. Даже у студий. Вот поэтому. Все, что касается бизнес-класса, здесь все это себя оправдывает. А такая вот ситуация, друзья. Спасибо, что посмотрели мой небольшой обзорчик. Поэтому ЖК окружению. Буду рапливое подпишитесь на канал. Ставьте лайк. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем удачи. Всем пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok